Астрология, нумерология, сюцай. Влияет ли это на жизнь человека? На самом деле у любой цифры есть плюс и минус. Каждая черта твоего характера, которая отражается в звездах, в сюцай или где-то в цифрах, оно может проявляться либо в плюс, либо в минус. У каждого человека есть выбор, проявляться в плюс или проявляться в минус, в негативную сторону. Даже у агрессии есть две стороны. Агрессия может быть направлена на врагов, на достижение конкуренции, на борьбу с конкуренцией. Агрессия может направлена быть на изучение даже материала какого-то. И в минусе ты можешь разнести себя, друзей, сотрудников своих, коллег по работе, с родителями переругаться, с девушкой поссориться. У любой цифры есть плюс и есть минус. От этого зависит влияние цифр. Поэтому мы очень часто в нумерологии или в астрологии в сюцай видим, когда не совпадает матрица. Человеку начертан быть каким-то оратором, а он вообще забитый и закомплексованный какой-то там мужичок. Это говорит о том, что человек не использовал свой внутренний потенциал. Любой человек, который сможет использовать свой внутренний потенциал на 100%, он проявится в этом мире. Другое дело, есть уровни развития самого человека, уровни развития личности. Это немного фашистская теория, потому что тебе вот столько дано, больше ты не можешь. Если вы будете просчитывать или смотреть каждого человека, его уровень потенциала, когда пройдет очень много людей, вы поймете и поверите, что цифры говорят правду. Что есть какой-то незримый потолок, который преодолеть очень тяжело или практически невозможно даже за целую жизнь. Потому что кармическая задача твоя совершенно другая. Ты не сможешь стать президентом, если тебе нужно стать художником. Но ты можешь быть каким-нибудь слесарем и не проявляться как художник. Если вы будете консультировать людей в нумерологии, в астрологии или в сюцай, то вы поймете, что цифры прям сильно влияют. Это же предсказание какое-то. Предсказатель может ошибиться, но чаще всего клиент обманывает астролога. Астролог тебе скажет, что сегодня благоприятный день для подписания договора, и ты 100% его подпишешь, но ты не подготовишься к презентации. Все. И что будет? Кто кого обманул? Астролог тебя или ты астролога подвел? Поэтому всегда и во всем есть выбор самого человека. Но определенные критерии, насколько я понял, вот эти берега, они тебе даны. Иногда можно выплыть за буйки, но там для конкретного человека не будет счастья. Ты, может быть, поставил свой незримый какой-то буйок, тебе кажется, что ты сейчас его переползешь на ту сторону, но ты потом опять просчитаешь это все, и окажется, что ты должен был это сделать. Именно этот выбор. Потому что именно по этой траектории должна пойти твоя жизнь. И беда в том, что очень многие люди не делают выбор для выхода из зоны комфорта. Очень многие люди обманывают свою судьбу. Помните, как душа и солнце? Прежде чем прийти сюда, они договорились, я сделаю это. Их ставят сюда, приводят, и они не делают. Нельзя обманывать судьбу. Нельзя обманывать карму. То есть можно ли сформировать собственную судьбу? Можно. Но ты должен закрыть все кармические уроки, которые ты пришел пройти здесь. Если ты быстро экстерном их сдашь, допустим, до 30 лет или до 25, то твоя жизнь потом, она будет идти так, как ты хочешь. Ты будешь как волшебник. Хочу вот это тебе на. Хочу вот это тебе на. Но свои какие-то задачи ты обязан выполнить в этой жизни. И поэтому тот человек, кто быстро-быстро карабкается, выполняет свои кармические задачи или в целом какие-то задачи, он потом обречен на то, чтобы жить расслабленно, очень на релаксе, без напряжения. Чем больше кармических задач и уроков отработаешь ты, тем меньше их достанется твоим детям. Продолжение следует...